Добрый день, уважаемые эксперты! Я Иванов Ян, ученик 9 класса, член экологического объединения МБКИПСКОГО, Восьмайского улуса. Тема моей работы вклад в хохозников кипского наследия торгового отношения Аяно-Майского тракта. Актуальность заключается в том, что провклад наших отношений в торговых отношениях Аяно-Майского тракта, имеющего стратегические значения для всей Якутии, должно знать наше подрастающее поколение. Цель – ознакомиться с историей родного края, трудной трудовой жизни селян и своей пребабочки. Задача – изучение исторических данных трактов, воспитание патриотизма, бережных отношений к историческому наследию родного народа. В июне 1850-х годах русским крестьянам был заселен Майский участок Аянского тракта, соединяющийся Якутск с портом Аян на берегу Ходского моря. В июне 1852 года состоялось приселение 102 семейств, всего 508 человек. На 1120 верстовой Якутско-Аянский тракт с 40 станциями, которых стал как лично действующих трактом. Особую ценность для наших холхозов представляла перевозка по родовольству наше селение от районного центра, где была перевалочная база Аянского тракта. Во время и после войны возили груз на лошадях наравне с мужчинами и женщинами, представительной старинного рода Усмайских овенков. Моя прабабочка, просимая Александра Михайловна, молодость работала в перевозке этих грузов на лошадях Усмая до нашего села Кюпсы. Она прожила очень интересное и достойное уважение в жизни, с малых лет была привучена к тяжелому труду. Росла трудолюбивая, умело выполняла все виды сельской работы. Она была высокого роста, очень сильно выносливая девушка, умело управляла лошадьми, ее по печенью было три упряжка лошадей. По дороге бывало разное. Для молодой девушки это был очень тяжелый труд. Ходить за грузом сотни километров из стужи и ветер. За работу получила много грамот, значит была одной из лучших. Воспитывала своих детей, любви, труду, уважение к окружающим. Соблюдение, почитание, обычаев и традиции родного народа. Я горжусь своей пребабочкой за ее неуемный боевой характер, стойкость, трудолюбие и оптимизм. В заключении хочу сказать, что узнал много интересного. О построении Айянского торгового тракта, после закрытия которого сохранили лишь два селя, Нилькан и Усимая. О трудной жизни селян, в частности моей пребабочкой. Спасибо за внимание.